С наступлением холодов автомобильный трафик становится больше. Свободным пешим прогулкам люди предпочитают перемещение по городу на машине. Дождь, гололед, мокрый снег. Все это те обстоятельства, которые негативно влияют на качество дорожного полотна и вместе с тем становятся причиной аварий. Если ущерб минимален, водители могут разобраться с конфликтом на месте, без вызова ГАИ. Для этого необходимо соблюдение ряда условий. В дорожно-транспортном происшествии участвуют только два транспортных средства. При этом нет пострадавших либо погибших в дорожно-транспортном происшествии. Водители не высказывают друг другу претензии по поводу физического состояния. При этом ясны причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. То есть конкретно понятно, кто прав, кто виноват в дорожной аварии. Также у водителей имеются договора обязательного страхования, а также действующие водительские удостоверения. К проведению образовательно-консультационной акции подключились и правоохранители, и сотрудники страховой компании. Мониторинг показал, что главная причина медленного внедрения системы бланка извещения ДТП или, как его еще называют, европротокола, опасение участников ДТП не получить страховку из-за неправильного оформления. Однако опасения здесь излишни. Для удобства, если клиент не знает, как заполнить при выписке автогражданки, выдается памятка для заключения данного договора, где есть короткий номер 140, где клиент может позвонить, узнать, проконсультироваться и правильно заполнить данный договор. Система европротоколов действует на территории республики с июля 2010-го. Тогда размер страховой выплаты мог доходить до 200 евро за причиненный ущерб. Сейчас сумма увеличена до 800, что дает водителям больше прав для решения каждой отдельной ситуации. Мнения автомобилистов насчет европротокола пока разнятся. Однако все они схожи в одном. Если конфликт на дороге действительно минимален, решить его с помощью европротокола будет куда быстрее и проще. Это давно уже существует. Была же такая простая раньше форма, а там от руки заполняли. То есть все это существует. В Европе же это тоже достаточно все давно существует, все это есть. Поэтому все это удобно, да. Ничего сверхъестественного.